Четвероклассники Осаковской школы учатся давать пасы и забивать голы всего второй месяц. Раньше им приходилось играть в футбол на маленьком поле по соседству с учебным заведением. Игра нередко завершалась проколом мяча, но теперь все будет по-другому, говорят юные футболисты. Тренер со своими подопечными согласен. Оно больше, во-первых. Во-вторых, тут лучше играть, команды, пасы. Здесь минусов в этом поле нет. Да, вот это все очень хорошо. Условия теперь шикарные, теперь можно заниматься, можно сказать, круглый год. Практически до зимы, до первых морозов, до первого льда. После прихода холодов на площадке начнется заливка льда, и место футболистов займут хоккеисты. Новый спортивный объект, который появился в Чуприкова по губернаторской программе, многофункциональный и рассчитан на всех жителей деревни. Здесь проживает порядка двух с половиной тысяч жителей и детишек тоже большое количество. Все могут заниматься спокойно спортом, развивать себя, выбирать здоровый образ жизни и достигать каких-то высоких спортивных результатов. Освещение трибуны на 50 болельщиков, мужская и женская раздевалки, крытые скамейки для запасных игроков. Новая многофункциональная площадка оснащена всем необходимым для комфортных и успешных занятий спортом. Одинцовский район по-прежнему делает ставку на массовость, чтобы в перспективе получить высокий результат. Благодаря губернатору у нас огромная финансовая поддержка. Мы можем в таком количестве открывать, создавать объекты спорта, инфраструктуры. И уверен, что и в ближайшие пять лет нам удастся максимально использовать возможности подмосковного бюджета и направить наши денежные средства тоже на развитие массового спорта. Чуть больше недели назад такая же площадка появилась в городке 17. Месяцем раньше после реконструкции открылся стадион в старом городке. В разгаре работы на центральном стадионе в Одинцово. Создание условий, при которых юные спортсмены смогут переходить от массовости к мастерству, в нашем районе продолжится. Мила Тарасевич, Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.